Строительство 16 детских садов и 4 школ, модернизация техникумов и колледжей, развитие науки. Такие задачи на ближайшие годы обозначены перед сферой образования. Проблемы отрасли и пути их решения сегодня обсуждали члены правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Более 6% детей сейчас обучаются во вторую смену. Эту проблему можно решить только с помощью строительства новых школ и реконструкции действующих. К новому учебному году откроется школа в микрорайоне Волжской 3 на 1100 мест. Школа в Ядрине на 300 мест. В 2020 году будет введена эксплуатация школы на 1600 мест в микрорайоне Новый город и школа на 165 мест в Козловском районе. Всего до 2025 года планируется построить и реконструировать 21 школу на 11600 мест. 89 зданий школ имеют износ 50% и более и требуют капитального ремонта. В этом году будет отремонтироваться еще 18 зданий школ. Через два года будет решена кардинальная проблема очередей в детские сады. В прошедшем учебном году местами в детских садах и числа желающих, то есть актуальный спрос, не было обеспечено более 5,4 тысяч детей. Для снижения очередности, как вы уже знаете, предусмотрено строительство 16 дошкольных образовательных организаций. Создавая новые места, необходимо развивать и качество образования. Только на модернизацию лабораторий, техникумов и колледжей в бюджете региона заложили порядка 1 миллиарда. Еще один масштабный проект – успех каждого ребенка. В этом году создаются Центр по явлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели Центра «Сириус». Детский технопарк, второй уже в Чувашской республике, Кванториум. Центр развития современных компетенций детей на базе Чувашского государственного университета. Большинство проектов будет реализовано в рамках майского указа президента России. Глава республики отметил, что власти на местах должны работать эффективно. По муниципальным образованиям, которые участвуют в 21 региональном проекте, по 20 направлениям все правоустанавливающие документы подписаны. По одному направлению здесь отставание прошло в течение 7 дней буквально закрытие этот вопрос. По финансированию, хочу сказать, где есть недофинансирование по отраслевому принципу через федеральное министерство. При уточнении федерального бюджета дополнительные средства будут выделять. Наша задача – качественно выполнять все эти мероприятия, которые предусмотрены в наших программных продуктах. Качественно выполнять все эти мероприятия, которые предусмотрены по дорожной карте, по паспортам самих мероприятий национальных проектов. Реализацию национальных проектов обсуждали и в режиме видеоселектора с первым заместителем председателя правительства России. На связи главы регионов одна из тем развитие моногородов. Михаил Игнатьев предложил включить федеральную программу поддержки Новочебоксарск. В муниципалитете намерены создать территорию экономического роста. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.